Приветствую вас, друзья. Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая революция». И, на мое счастье, Витя Павлов появился, потому что на следующий день была запланирована съемка пролога, где война, и мы с Витей Павловым языка берем, автоматы, лодка продырявлена, мы тонем, мы этого языка тащим, все это в настоящем болоте снималось и так далее. Потом Говорухин этот пролог убрал, чтобы в пятой серии это еще больше сыграло. Но за что выпьем? Понимаешь, чтобы вот это сыграло, здесь он совершенно прав. Вот. И Витя Павлов, видя мое состояние, мы только с ним познакомились. Говорит, пойдем подышим, возьми сценарий. Я взял сценарий, это в Одессе было, как сейчас помню, рядом с гостиницей Аркадия, высшие партийные курсы. Значит, с одной стороны, башка Ленина, по-моему, из белого мрамора и из черного мрамора Карл Маркс. Вот. И Витюша, облокотившись на лысину Владимира Ильича, начинает читать сценарий. Я ножки крестиком уже через две его фразы. Мне всегда казалось, что это такое кино, что это совсем, тут не может быть никакого юмора и так далее. И Витюша, как хороший папа Карла, он стружечку-то снял с меня. Он меня спас от бездарного, тупого, глупого, слабого поступка. Собрать чемодан и уехать в Киев, потому что я в Киеве тогда жил. Это было бы просто не то, что там самоубийство, был бы скандал огромный, все это понятно, все это понятно. Но главное, что я это понял, что это я бы обгадился, понимаете?